Всем привет, дорогие друзья! С вами Криптовтеев. Сегодня мы разберемся, что будет с XRP в 2021 году, потому как не у многих холдеров XRP есть представление, как будет XRP двигаться дальше. А ведь это необходимо знать, чтобы хранить деньги в этой монете, инвестировать в эту монету, если вы еще не в ней, и, в принципе, возможно даже спекулировать продуктивно. Также мы с вами поговорим о рынке криптовалют в целом. Кроме того, есть очень позитивная новость. Дело в том, что S&P Dow Jones запустит два криптовалютных индекса в 2021 году. И это определенно позитивная новость. Кроме того, идет некое внедрение и мейнстрим криптовалют. Даже Spotify может рассмотреть возможность добавления поддержки криптовалют. Это говорит о многом. Это говорит о том, что, в принципе, сторонние компании созрели для того, чтобы добавлять биткоин, криптовалюты. Ну, даже если мы берем пример в PayPal, да, то есть PayPal добавил криптовалют поддержки. Да, действительно, не все криптовалюты добавились. Добавился биткоин, эфириум, биткоин кэш, лайткоин, да, но, тем не менее, добавление и мейнстрим криптовалют идет. Что касается, значит, побочного, то, что мы, значит, разыграли с вами один лайткоин в Телеграм-канале. Вы можете подписаться и видеть, как происходят розыгрыши, сделки, ордера. Это тоже есть в Телеграм-канале. Таким образом, мы разыграли лайткоин. Следующий розыгрыш будет Stellar XLM уже вот сейчас на 34 тысячи подписчиков. Что касается, в принципе, интересного на рынке, то на рынке интересного пока что ничего нет. Есть повышенная волатильность на недельном таймфрейме, но на дневном таймфрейме себя криптовалюты ведут не очень. То есть, возможность трейдов, она, конечно же, ограничена. Почему? Потому что криптовалюты свой локальный максимум показали, значит, в предыдущем, в прошлом месяце, вернее, да, на прошлой неделе. А сейчас волатильность в плане, там, если мы рассматриваем, там, конечно, недельный таймфрейм не такая, как бы хотелось, да. То есть, криптовалют, по сути, они стоят на месте или падают. То есть, не обновляют пока что локальный максимум, пока что не спешат. И это действительно очень плохо с точки зрения того, что мы вообще вроде как должны по XRP очень быстро вырасти, должны оставить всех с носом, да. Но пока что этого не происходит. Ну, я считаю, что, как ранее я говорил, до выстрела XRP, что все дается терпеливым, то есть, необходимо подождать. Если вы спекулянт, да, действительно, для вас это плохо. То есть, для трейдера, если вы инвестор, то, в принципе, уже XRP дал прилично прибыли, да. Даже те, кто зашли по 23 цента, уже имеют там около 150% прибыли. Пока что ни один традиционный бизнес такую прибыль в год не дает, с учетом COVID-19, с учетом такой ситуации. Ну, а для людей, которые ищут очень хороший карманный кошелек, рад вам представить безопасное хранение монет у вас в кармане. Это Fuse Card. Это беспроводной аппаратный кошелек в форме кредитной карты, который поддерживает больше тысячи монет и токенов. Из них Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Doge, XRP, а также токены ERC-20. Почему стоит выбрать холодный кошелек? К преимуществу хранения монет в холодном кошельке над горячими. А именно, это наилучшая безопасность ваших монет. Во-вторых, это защищенный вход и восстановление. То есть, Fuse Card можно запаролить пин-кодом, а восстановление происходит посредством 24 сид-фразы в оффлайне. Также, поддержка большинства монет, премиальный дизайн в компактном корпусе, защита от воды и пыли по стандарту IP68. Ну и просто простота в использовании. Заказать кошелек, а также посмотреть подробные технические характеристики этой карты, вы можете в описании под видеороликом. Ну, что касается, значит, Ripple XRP, какие здесь есть, в принципе, интересные сетапы. Дело в том, что уже медвежий тренд последует, если мы упадем ниже 41 цента. В то же время, если мы не будем с вами думать о плохом, так как движение еще на недельном месячном таймфрейме, оно, в принципе, не остановилось, то вполне мы с вами увидим доллар и 9 центов. Это первая линия сопротивления такая на недельном таймфрейме, которая имеет место быть. После этого идет уже доллар и 84 цента. Это вторая линия сопротивления, которая открывает уже дорогу на 3 доллара и выше. Поэтому, в принципе, глобальное сопротивление именно выглядит так. Если мы с вами говорим про биткоин, то по биткоину вполне будет такая формация. То есть, мы сейчас с вами вполне можем локально повыситься. И стоить, если биткоин будет около 19 тысяч долларов, как сейчас и удержит эту отметку, то определенно мы увидим памп свыше 20 тысяч долларов за один биткоин. И здесь уже начнется потихоньку хайп, потихоньку начнут приходить все больше и больше денег, начнут приходить новые инвестора в рынок криптовалют. Что касается других формаций, то есть у нас определенный треугольник. Зачастую такая формация в канале и выбивание вниз говорит о том, что мы вполне с вами можем увидеть биткоин по 18 тысяч 200 долларов. В принципе, это вполне логично. Почему? Потому что нам нужно остудиться. Остудить, значит, индикаторы. И в то же время остудить индекс страха и жадности, который сейчас является 92 из 100. То есть, можно сказать, что люди определенно сейчас покупают, они верят в тузымун. Если до этого за биткоин 8, 9, 10 тысяч никто не покупал, то сейчас по 19 тысяч долларов люди вполне могут покупать. Покупать криптовалюту, покупать альткоины. Некоторые говорят, что альтсезона не было и нет. Но вот XRP по 60 центов, который мы видели последний раз в 2018 году, эфириум по 600 долларов, который мы тоже видели последний раз в 2018 году, это говорит о том, что альтсезон уже, ну как бы, возможно, заканчивается. Но как заканчивается? То есть, локально мы можем сходить на коррекцию. Вполне здесь адекватная будет коррекция на 30-40% и потом уже восстановиться и в рамках бычьего рынка пойти обновлять хай. Поэтому вполне, в принципе, хороший такой вариант. То есть, нужно переждать будет коррекцию, если таковая будет. Потому как крупному капиталу нужны, я думаю, будут деньги на Новый год. И он будет всячески дампить, возможно, выводить деньги и так далее. Ну, то есть, если мы, в принципе, берем с вами историческую ситуацию, то крупный капитал по биткоину начал, значит, фиксировать свои позиции в конце 2017 года, в декабре. И после этого рынок рухнул. Поэтому, в принципе, здесь, я думаю, что вопросов не должно быть. Да, в принципе, альткоины могут протянуть и сделать это по принципу механизма, типа пропампили биткоин, затем пропампим альткоины после такого вот спуска. Это вполне реально. Но, тем не менее, крупный капитал здесь заработает и будет фиксировать свои позиции, подводить итоги года и так далее. С учетом там также законов США нужно будет отчитаться, что там было заработано за год. Что касается, значит, интересного то, что Ripple планирует агрессивное расширение платформы денежных переводов XRP в 2021 году. Это вот говорит о том, что Ripple будет над этим работать. И это заявил старший вице-президент Ripple Ашиш Бирла. Да, и с помощью продукта криптовалюты вы можете отправлять, я полагаю, 3 пункта назначения по всему миру. Мы активно расширяем это в 2020 и 2021 годах. Мы продолжим расширять ODL, ликвидность по требованию. И он упомянул, что это несколько стран в качестве пункта назначения. Мы хотим, чтобы регулирующие органы освещали это во всем мире. Ну и старший вице-президент Ripple выделяет MoneyGram и Azimo как двух ведущих пользователей ODL. Так, было настолько хорошо, что вы знаете 10% доллара США, Мексику, которая является в крупнейшем мире коридором для денежных переводов. 10% из них теперь переходит на технологию блокчейн, цифровые активы и RippleNet. Ну и это намного лучше по сравнению с традиционным миром, где по всему миру предварительно размещены тонны избыточного капитала, просто чтобы облегчить платежи, что безумно. Ну, также нужно отметить, что с COVID, собственно, здесь видно и есть взрывной рост электронной коммерции. И здесь есть подходящая финансовая инфраструктура для поддержки таких компаний. В то время как, в принципе, здесь на данный момент без блокчейна, без внедрения криптовалюты ее пока что нет. Но вот то, что они готовят, это вот решает вопрос. То есть, что, в принципе, дал кризис COVID-19? Также не забывайте, что он продолжится. Это будет в 2021 году, возможно, до 2025 года. Он, в принципе, дал взрывной рост электронной коммерции. И это нельзя не отрицать. И поэтому на фоне этого, конечно же, Ripple XRP выглядит довольно-таки перспективно для инвестиций. Ну, это, собственно, ответ на вопрос тех людей, которые сомневаются инвестировать в Ripple или не инвестировать. В принципе, если не хотите инвестировать в XRP, вы можете выбрать, в принципе, другую криптовалюту, так как, в принципе, электронная коммерция идет вверх. Что касается, в принципе, побочки такой новости, то, что ходлеры вывели 3,5 миллиарда из долгосрочных хранилищ во время наярпского ралли биткоина. Да, но, тем не менее, в принципе, мы видим, что так или иначе волна ходла, она продолжает расти в декабре. И она, в принципе, перебила историческую вершину. Перемещать биткоин вполне могут биржи, киты и так далее. Поэтому здесь ничего такого сверхъестественного нет. Были также люди, которые, возможно, купили биткоин по 19-20 тысяч долларов. Хотя таких, я думаю, вообще 1% из 100%, которые делали это в 2017 году. И, возможно, они также зафиксировали позиции в безубыток. Но, тем не менее, в принципе, видим, что, значит, ходл продолжает здесь расти. И мы продолжаем видеть, в принципе, положительную динамику роста кошельков биткоина и так далее. Подводя итоги рынка криптовалюта, можно сказать, что действительно ситуация сейчас неординарная. Так как мы не можем пробить с вами 20 тысяч долларов, я считаю, что это вопрос времени пока что. Почему? Потому что у биткоина есть такой фитиль на недельном таймфрейме. Этот фитиль зачастую обозначает выкуп. Выкуп позиции крупным игроком по 16 тысяч долларов. Если мы умножаем эту цифру на x2, так как игрок захочет заработать, естественно, 100% прибыли, это 32 тысячи долларов за биткоин. В принципе, вполне реальная цифра. Вполне, в принципе, реально. Почему бы и нет? Здесь не нужно брать именно цену биткоина. Здесь нужно брать прибыль. То есть от, значит, 16 тысяч долларов мы, значит, прибавляем 100%. И это получается 32 тысячи долларов за биткоин. Для кого-то это бешеные деньги, но для крупного капитала это всего лишь 100% прибыли. Вот и все. Так что такие дела. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.